Начало августовского педсовета прошло нетрадиционно. Представителям власти предложили вновь сесть за парты. Вот только совершали путешествие по Лондону в контексте урока английского языка чиновники не по учебникам, а с помощью ноутбуков и интерактивной доски. Представители государственной вертикали еще раз убедились, введение информационных технологий – необходимые условия для полноценного учебного процесса. Все же когда-то начинается первый раз, поэтому я бы не стал подавать это как проблему. Мы начали это реализовывать так и будем целенаправленно, системно это делать с учетом наших возможностей, республиканского бюджета, местных бюджетов. Мы приняли, я считаю, что очень хорошее постановление правительства, позволяющее сегодня организациям образования зарабатывать деньги и использовать их для тех целей, для которых считают необходимым коллектив и руководитель. Поэтому я думаю, что время такое, что мы должны в том направлении, о котором вы говорите, двигаться максимально динамично. И мы сегодня увидели хорошие примеры. Это уже хорошо, что эти примеры есть. В ходе ознакомительной экскурсии по Жабенковской школе высокие гости по достоинству оценили техническое оснащение учебного заведения, на которое было выделено порядка миллиарда белорусских рублей из местного бюджета. Мультимедийные установки, интерактивные доски и ноу-хау районной школы, инфокиоски, новшества, с помощью которого как дети, так и родители смогут получить необходимую информацию об учебном заведении. Более того, в учреждении образования установлен Wi-Fi, благодаря которому каждый ученик сможет беспрепятственно выйти в интернет. В целом в этом году по области на техническое и методическое обеспечение учебных заведений было направлено 150 миллиардов белорусских рублей. В связи с таким усиленным обновлением материально-технической базы возникает необходимость работать над повышением мотивации и, как следствие, ростом профессионализма учителя. Сегодня все-таки техническое оснащение немножко у нас опережает готовность учителя воспользоваться в полном объеме этим. Поэтому сегодня больше мы видим необходимость работать над повышением мотивации и квалификации профессионализма учителя, чем техническое оснащение. Мы должны посмотреть уже, насколько эта материально-техническая база используется эффективно. И мы у себя в области видели много проблем в этом направлении. И на последнем сполкоме поставили на задачу, во-первых, сделать инвентаризацию, как положено, и потом научить, вот то, что говорил министр образования, научить наших учителей работать, как положено, с той уже электронной техникой, которая имеется в школах. Проблема наполняемости классов – еще одна тема, которая была озвучена на педагогическом совете. Для рационального функционирования учебных заведений Брещины в этом году было закрыто 25 школ. За счет этого наполняемость классов в школах сельской местности выросла. Это позволило направить средства на реконструкцию школ в Пинском районе, строительство трех дошкольных учреждений в городах Иваново, Барановичи и Солинском районе, а также на возведение общежития при Брестской школе-интернате. В целом на капитальный ремонт учреждений образования по области было направлено 263 миллиарда белорусских рублей. По словам Михаила Тихончука, закрытие школ не спровоцирует проблемы нехватки учебных мест для детей. Если рассматривать тенденцию рождаемости, и хотя видим, что пошла динамика прироста рождаемости детей, те учреждения, которые мы имеем даже на сегодняшний день во всех регионах области, они полностью готовы принять то количество детей, которые мы видим перспективно на динамику. В этом году и детский садик построен. Если говорить об образовании, здоровом образе жизни в Столине, уже практически, ну вы сделали комплекс спортивный в самом Столине, и в Ольшанах, выполняя поручения президента, тоже закончим примерно месяца через полтора этот спортивный объект, поэтому делаем как никогда, но практически область не остановилась на полпути по строительству или по укреплению материально-технической базы. В новом учебном году 548 школ области готовы посадить за парты более 150 тысяч учеников. Следует отметить, что с ростом демографической ситуации на Брещене в этом сезоне в первый класс падет почти на 1200 детей больше, чем в прошлом. Сегодня для них и ради них эксперименты в образовательной сфере продолжаются. Насколько грамотен окажется подход в вопросе улучшения качества образовательного процесса, покажет время.